Это снова авиаторы. Понятие аэротакси появилось у нас не так давно. Это не просто самолет с шашечками, который можно тормознуть у взлетки. Его вообще не ловят, а исключительно заказывают и без паспорта не повезут. Ну а самое неприятное, что главный центр деловой активности, Москва, как был, так и остается закрытым для полета. До Женевы вертолету не хватит топлива, а над Москвой не полетаешь. Запрещено. Двигаться можно только вдоль кольцевой автодороги. Причем небесный трафик здесь под стать автомобильному. Только скорости выше. Вдохновители проекта утверждают, что клиентам и без Москвы есть куда летать. Владимир, Тула, Иваново, Нижний. Но на этих маршрутах вертолетному такси придется конкурировать с самолетным извозом. Эклипс. К взлету готов. Номер 5-0-0. В канун кризиса российским журналистам представили новый самолет, который, как уверяют, идеально подходит для коротких перелетов. В Эклипс 500 воплотилась необычная концепция бизнес-джета. Прямо скажем, спартанская. Ни тебе туалета, ни обслуживание на борту. Большинству людей, которым предлагается Эклипс, он нужен не больше, чем на 2 часа полета. Так что обычно в этих вещах нет необходимости. У Грега и раньше не было. Он пришел в деловую авиацию из американских ВВС. Говорит, после F-16 пилотировать Эклипс одно удовольствие. Подумаешь, ветер дует поперек полосы со скоростью 15 метров в секунду. Летчик-истребитель сажает самолет с боком. Из Москвы до Ярославля мы долетели за час 20. Перед обратной дорогой случился конфуз. Дверью защемили ремень безопасности. Что-то там такое. Прижми поплате, поплате ее, прижми. Все от экономии места, а значит топливо и, как следствие, денег. Двигатели сняли с американских крылатых ракет. У них низкий расход горючего. Реверса нет, он тут ни к чему. Самолет и так быстро гасит скорость. А багажное отделение поместили сразу за последним креслом. Такой вот огламуренный эконом. Бизнес-джет не обязательно должен быть летающим лимузином. Он может быть и таким вот седаном. Сравнение с машиной в данном случае более чем уместно. Сидения вполне себе автомобильные. Ремни безопасности тоже. Да и производить этот самолет Эклипс 500-й в России собираются по автомобильному принципу. Комплектующие ваши, то есть импортные, рабочие руки наши, то есть российские. Сборкой Эклипсов займутся в Ульяновске. По словам организаторов проекта, кризис им только на руку. Сейчас цены опустятся, материалы, ну и все остальное прочее. К моменту выхода из кризиса мы выйдем с нормальной продукции, которая сейчас уже востребована на рынке. На этом же рынке будут востребованы и российские пилоты. Заслуженный летчик-испытатель Александр Горнаев это уже понял. Герой России, поднимавший в воздух Миги с 23 по 31, Су-27, Су-30 и множество других самолетов, решил продолжить свою карьеру на Эклипсе. Как нам поется война, дело молодых. Жизнь-то еще не закончена, и на бизнес-джетах летать на порядок более интересно, чем на простых линейных самолетах. Субтитры создавал DimaTorzok